Эта встреча прошла в рабочем формате, вне официальных канонов. Разговор о насущном, о том, что волнует сегодня не только ценителей футбольных баталий, но и тех, кто определяет будущее клуба, который уже стал своего рода легендой и брендом областного центра. Сегодня «Динамо-Брест» переживает достаточно непростые времена. Однако Александр Рогачук заверил, со своей стороны он сделает все возможное, чтобы поддержать коллектив и помочь сохранить завоеванный ранее престиж. Одной из граней жизни города является спортивная грань. В этой спортивной грани футбол, конечно, это особое имеет значение. Вот почему достаточно резонансным является судьба команды «Динамо-Брест» с точки зрения интереса наших брещан. Я хочу заявить, что городские власти не видят город Брест без «Динамо-Брест», не видят наш город без наших новых футбольных успехов. Да, инвестор, который был в «Динамо-Брест», во многом за эти три года облегчил и наши усилия по финансированию команды. Вместе с тем имя «Динамо-Брест» уже звучит. Наши успехи очевидны. И сейчас, когда мы переходим в новую организационно-правовую форму, наша общая задача – удержать на плаву нашу команду. Футбольный расцвет Брестского «Динамо» пришелся на знаковые для нашего города даты. Команда в 2019-м, в год тысячелетия, стала победителем чемпионата страны. Также на счету футболистов три суперкубка Беларуси. Сегодня команда также участвует в различных первенствах и турнирах, но уже в обновленном составе. В январе 2021 «Динамо-Брест» возглавил Эрнест Николайчук. Человек, не новый на спортивном административном поприще. Теперь в его компетенцию входит решение всех насущных для команды вопросов. Однако, и это городские власти считают важным плюсом, клубу удалось сохранить тренерский штаб. Наставником футболистов остался Сергей Ковальчук. Его помощниками назначены Андрей Прокопюк и Дмитрий Мозалевский. Сегодня со всеми наставниками команды были заключены контракты. Команда строилась с нуля, поэтому есть определенные моменты, проблемы. Честно, я тоже сомневался в какой-то момент. Но я считаю, что после таких хороших лет, последних лет, которые мы радовали болельщиков, все-таки надо отдать долг и клубу, и команде. И спасибо тренерам, которые со мной тоже работают. Потому что мы долго это все обсуждали. Мы пришли к мнению, что в этот сложный период надо себя, скажем так, взять в руки, организовать. Очень много работы в любых направлениях. Но постараемся сделать так, чтобы тоже радовать болельщиков. «Динамо-Брест» – это команда города в первую очередь. Хоть это сейчас получилась и областная структура, областной подчиненности, но город обещал, и я вижу по отношению Александра Степановича, обещал помогать в первую очередь команде «Динамо-Брест». Это будет очень важно, потому что команда находится в процессе становления. Сейчас у нас в городе две команды – «Рух» и «Динамо». Обе достойные команды. Обе будут претендовать, надеюсь, на самые высокие места в нашем чемпионате. Сегодня все силы руководства и тренерского штаба «Динамо-Брест» сосредоточены на комплектовании команды. По максимуму сюда будут привлечены футболисты-уроженцы Бреста. Кстати, с присвоением статуса государственной перед клубом открылись и дополнительные возможности. Теперь он сможет претендовать на получение лицензии УЕФА. Брест будет всегда футбольным городом, это я вам обещаю. Очень важно, что нам удалось сохранить Ковальчука Сергея Петровича. Для меня это был вопрос принципиальный. Очень важно, что мы увеличиваем сегмент брестских спортсменов в этой команде. Очень важно, что на наработанном уже опыте мы можем дальше двигаться вперед. И я не исключаю, что по итогам года мы войдем, ну пусть, конечно, не в тройку, но в определенное очень небольшое количество команд, которые находятся вверху турнирной таблицы. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербал, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.